Здравствуйте! Вы смотрите дебаты, организованные АКЧЕН-ТВ в связи с всенародными выборами президента Молдовы. Сегодня свою позицию изложат доверенные лица кандидатов от нашей партии и партии платформа Достоинство и Правда. Господина Чубашенко представляет Феликс Гринку, господина Настасы – Александр Слуцарь. От партии равноправия представитель не явился, и это значит, что отведенное ему время аннулируется. Теперь о правилах. Каждому кандидату, участвующему в дебатах, предлагается 15 минут чистого времени, которые он вправе использовать для прояснения своей программы. На дебатах воспрещается оскорблять, унижать, перебивать своего оппонента. Итак, мы начинаем. Я приветствую вас еще раз здесь в этой студии. И по традиции в первом раунде предлагаю вам по две минуты, для того, чтобы вы обратились к нашим телезрителям и прояснили, почему ваш кандидат решил баллотироваться в президенты. Господин Гринк. Мы начинаем, да? Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня я представляю нашу партию, партию Рината Усатова, и представляю нашего кандидата в президенты Республики Молдова Дмитрия Алексеевича Чебашенко. Ему 53 года, он окончил МГУ, Московский государственный университет по специальности журналистика. Он владеет абсолютно свободно тремя языками, так и, естественно, государственный язык, русский язык и английский язык. Он прекрасный семьян, более 30 лет он проживает в браке, у него дочка и несколько внуков. Почему он решил возглавить, скажем так, наш избирательный список и баллотироваться на должность кандидата в президенты Республики Молдова? Объясняет тот факт, что он с самого начала борется с тоталитарным режимом в любом его проявлении. Первоначально он боролся с коммунистической партией, которая, вы знаете, зародила или породила, скажем так, действующую нынешнюю власть. И, естественно, он является ярым оппозиционером действующей власти. Поэтому, когда появилась возможность возглавить избирательный список нашей партии, он с удовольствием согласился. И нас радует то, что, несмотря на то, что он буквально в 25 дней находится, скажем так, в политической жизни Республики Молдова, он на сегодняшний день уже имеет рейтинг, сопоставимый с рейтингом Демократической партии, которая обладает колоссальным административным ресурсом, сумасшедшим финансированием и всевозможными нарушениями в период избирательного марафона. Значит, наш кандидат, вы знаете, он предложил единственный и самый главный, я считаю, на сегодняшний день указ. Это указ о распуске нелегитимного и преступного парламента, естественно, который повлечет за собой переформатированную всей политической картиной Республики Молдова. Я надеюсь, что наши избиратели сделают правильный выбор, мы победим, и мы сможем действительно исполнить все обязательства, которые мы даем своим избирателям. Спасибо. У вас оставалось еще 7 секунд, но вы закончили. Я вложился. Господин Слуцарь, представьте, пожалуйста, своего кандидата, это Андрей Анастасов. Почему он решил баллотироваться на пост президента Республики Молдова? Добрый вечер, уважаемые граждане. Я представляю Андрея Анастаси, кандидата от политической партии «Платформа достоинства и правда». Эта партия является народным движением, партия, которая фактически появилась на площади Великого национального собрания, из протестного движения. И точно таким же кандидатом, антисистемным, народным кандидатом, протестным кандидатом является Андрей Анастаси. Это человек, который никогда не был в этой системе государственной. Он хороший юрист, всю свою жизнь проработал юристом, семья, трое детей. Основная цель его, как и «Платформа достоинства и правда» — освобождение захваченного государства, демонтаж этого режима. Он выполняет волю более 100 тысяч граждан, которые 6 сентября вышли на площадь Великого национального собрания, для того, чтобы сказать четкое «нет» этому режиму, который захватил все институты, который довел эту страну до социального геноцида. И сейчас необходимо демонтировать этот режим. И президентские выборы для господина Анастаси — это первый шаг, очень важный для того, чтобы произвести этот демонтаж и вернуть страну народу. Тоже несколько раньше вы закончили. Да, это все у вас, да? Я благодарю вас и говорю, что мы можем перейти ко второму раунду. Второй раунд у нас касается полномочий главы государства. Вы знаете, что в Конституции четко прописано, что имеет право делать глава государства. У него есть полномочия в сфере внешней политики. Я зачитаю 86-ю статью Конституции. Президент Республики Молдова ведет переговоры, участвует в введении переговоров, заключает международные договоры от имени Республики Молдова и представляет их парламенту для ратификации в порядке и сроки, установленные законом. У меня к вам будет вопрос. После избрания переговоры с какой страной прежде всего намерен начать кандидат на пост президента Андрея Анастасова? У вас на это три минуты, на этот ответ. Нету каких-то преференций, что нужно с какой-либо страной начать переговоры. Задача Андрея Анастасова в качестве президента одного из пяти приоритетов это проведение нормальной, разумной внешней политики, дружественной со всеми нашими партнерами, которая позволит вернуть доверие в Республике Молдова. Потому что на сегодняшний день то, что у нас делается, это все что угодно, но не внешняя политика. Нынешний режим обманывает и западных партнеров, и восточных партнеров, продает им различные идеи. Кому-то объединение, кому-то нейтралитет, кому-то страх перед русскими танками. В результате обманывая их, экономит силы и время для того, чтобы грабить свой народ. Мы будем проводить взвешенную внешнюю политику. Андрей Анастасий прекрасно понимает, ориентируется в региональной ситуации. Однозначно будет выполнено соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. В то же время мы уверены, что будут улучшены отношения с Российской Федерацией, потому что на сегодняшний день эти отношения нельзя считать нормальными. Они зиждутся на шантаже и обмане. Необходимо решать очень много проблем, связанных с пребыванием наших людей там, по вопросам рынка сбыта. Но самое главное, что мы обещаем, что во внешней политике Андрей Анастасий будет руководствоваться в первую очередь национальными интересами Республики Молдова. И внешняя политика будет осуществляться не в интересах узкой группы лиц, а в интересах граждан Республики Молдова. У вас есть еще время, поэтому я задам вопрос. Есть такая традиция нанесения первого государственного визита. Куда в этом случае намерен отправиться господин Анастасий? Я, наверное, буду оригинален, но первые визиты у Андрея Анастасии будут не за рубеж. Первые визиты будут в районы, потому что мы представляем силу, которая хочет навести порядок у себя в доме. Мы хотим разобраться с тем, что происходит у нас в стране. И поэтому мы сконцентрируемся в первую очередь на внутренней политике. И визиты будут опять же определены в той точке зрения, чтобы нам это помогло для наведения скорейшего порядка в борьбе с коррупцией, с нищетой, с олигархами, вернее, с одним, который у нас остался, внутри страны. Поэтому нету никаких преференций. Мы поедем туда, куда будет необходимо для того, чтобы решить наши внутренние вопросы. Я благодарю вас. Просто хотела бы от себя добавить, что все-таки рано или поздно вопрос выбора, куда ехать в первую поездку, он встанет. Но вы ответили так, как ответили. Мне есть еще время ответить. Да, конечно. 25 лет. Это был самый традиционный вопрос. И, на мой взгляд, самый провокационный. Куда поедем? Как будто от того, поедет он в Европу, поедет он в Москву или поедет он в Бухарест, моментально изменится жизнь граждан. Опять же, повторяю, что поездки эти должны быть осуществлены для того, чтобы улучшить ситуацию у нас в стране. Нужно будет поехать для этого в первую поездку в Москву, поедет в Москву. Необходимо будет поехать в Брюссель, поедет в Брюссель. Необходимо будет в Бухарест. Мы проанализируем, что у нас дома, что у нас с коррупцией, что у нас с бедностью, что нам необходимо, как нам могут помочь эти визиты для того, чтобы улучшить благосостояние наших граждан. Это будет первоочередной задачей улучшения состояния наших граждан. Я благодарю вас. Господин Гринку, вам слово. Какой, может быть, договор намерен подписать Господин Чубашенко? Вы знаете, самое неправильное то, что за все 25 лет независимости Республики Молдова мы всегда ищем какой-то вектор развития. То есть, если вы обращали внимание на то, что говорит Дмитрий Алексеевич, то есть мы промолдавская партия. Естественно, я так, насколько я понимаю, первый визит, который будет совершен нашим президентом, это будет даже не визит, а консолидация внутримолдавских сил. То есть, это, естественно, будет встреча с руководством АТО Гагаузи и встреча, естественно, с главой Принесовского региона. Потому что от этих двух важнейших составляющих Республики Молдова зависит дальнейшее процветание и развитие Молдовы как страны, как таковой. И неправильно ставить акцент, действительно, поддержу своего коллегу в данном случае, это наша общая позиция. Действительно, мы должны избавиться от этого сталкивания Албамы между различными странами, между различными представителями нашего манграционального народа. И в первую очередь нам нужно свергнуть тот преступный режим, который находится на сегодняшний день у власти. Тот нелегитимный и преступный парламент, то правительство, которое на сегодняшний день делает все для того, чтобы именно молдавский народ покинул свои земли, свои нажитые, как говорится, дома. И в поисках лучшей доли и растворился, скажем так, в мировом пространстве. Поэтому я считаю, что наш президент будет открыт диалог абсолютно со всеми странами. Абсолютно со всеми странами, кто захочет с нами поддерживать партнерские равные отношения. Будет это касаться торговли, будет это касаться развития, допустим, каких-то инвестиционных проектов, различных форм для сотрудничества. Мы знаем о том, что у нас за рубежом находится очень большое количество граждан, которые перечисляют сюда колоссальные средства. Кроме того, что они сюда перечисляют, у них накопился уже богатый опыт. Они обладают определенными знаниями, знаниями, естественно, в различных областях технологий. Поэтому главная задача нашего президента будет это возврат наших так называемых гастарбайтеров. Но я бы не хотел их так называть, потому что слово уже получилось какое-то ругательное. Это прежде всего наши граждане. Мы должны сделать все условия для их возврата обратно. И по принципу развитых стран, чтобы они приняли активное участие в развитии своей страны. Потому что, к сожалению, уехали из страны самое трудоспособное, самое одаренное население. Я уточню вопрос, простите. Дело в том, что когда читаешь Дмитрия Алексеевича, то в отношении евроинтеграции у него самые нелестные высказывания. А вы сейчас стоите и говорите о том, что вы намерены со всеми мировыми столицами налаживать одинаково хорошие отношения. Кто из вас ошибается? Дмитрий Алексеевич или вы? К сожалению, я так думаю, что вы, наверное, путаете нас с партией социалистов, которые первоначально сказали, что будут динонсировать. Нет, я не путаю вас с партией социалистов. Я не хочу вас оскорбить, конечно. Я просто скажу о том, что партия социалистов... Дмитрия Алексеевича. Как таковое, мы на сегодняшний день находимся уже в европейской части населения, континента. Поэтому мы как бы уже в Европе. И все-таки мы настаиваем на том, что нужно развивать равноценное... Ваше время вышло. Простите, я вас вынуждена перебить. Перечитаю непременно статус Дмитрия Чубашенко и призываю это сделать всех телезрителей. Раунд третий. Тоже у вас три минуты. И касается он взаимодействия ветвей власти. Существует такое мнение, что успешной может быть только та власть, где взаимодействуют между собой все ветви власти. Каким образом господин Чубашенко будет добиваться взаимодействия ветвей власти, если он так категорически настроен и против нынешнего парламента, и против правительства? Вы знаете, что на сегодняшний день действующая власть распределяет государственные институты по политическим каким-то критериям. То есть с одной партии отходятся одни властные структуры, с другой партией выходит. Естественно, все борются с злаками кусочки типа таможни, допустим. Последние скандалы, это, как говорится, живой пример. То, что мы будем делать, придя к власти, это, в первую очередь, мы будем опираться на команду профессионалов. То есть будет проведена настоящая реформа всех институтов власти, где останутся только профессионалы, только люди, реально желающие перемен в обществе. Мы будем стараться искоренять коррупцию. И, естественно, будет колоссальное сокращение административного аппарата. Потому что, по примеру соседних стран, у нас очень раздутый административный аппарат, который только теми занимается, что повышает себе заработную плату, обеспечивает себе комфортное пребывание на пенсионном, скажем так, поприще. И, естественно, старается к этой пенсии подойти уже с каким-то накопленным багажом денежных средств. Кроме того, мы сделаем, опять же, ставку на профессионалов-патриотов. Вот Дмитрий Алексеевич буквально сказал недавно в интервью, сказал, что мы найдем эти 40-50 человек, которые сделают революцию. Революцию именно в законодательной власти, естественно, в управленческой структуре. То есть вовсе не обязательно иметь армии, скажем так, чиновников. У нас есть живой пример, когда министр экономики был представителем Франции. Но на сегодняшний день мы не видим никаких абсолютно результатов. То есть нам его преподносили как какого-то колоссального эксперта в своей области, какого-то профессионала. Но на сегодняшний день мы видим, что никаких движений в этой области не происходило. Более того, у нас есть все подозрения на то, что он способствовал, скажем так, заметанию следов и уходу от ответственности вот этой правящей элиты, скажем так, которая находится у власти. Мы знаем все вот эти вот проверки со стороны КРОЛ, которые засекречены были. Естественно, он там находился, скажем так, не на последнем месте. Поэтому еще раз заявляю, что Дмитрий Алексеевич будет в свидетельстве операции. Он будет взаимодействовать и с парламентом, и с правительством. Вы же понимаете, мы уйдем от этого вот критерия распределения ветвей власти между, скажем так, партиями. Мы постараемся создать нормальное, продуктивное большинство, которое, в принципе, уже вырисовывается в будущем парламенте. Мы уже знаем, кто будет представлен. Если выборы будут действительно демократичны, несвальсифицированы, мы придем к тому, что в парламентских выборах будут участвовать нормальные партии. Мы создадим функциональное большинство, и, естественно, будем совместно проводить реформы. Идеальный, конечно, был бы случай, чтобы наша партия взяла конституционное большинство. Тогда бы, по примеру Бельц, по всей стране происходили колоссальные изменения во всех сферах жизни. Я благодарю вас. Вы закончили раньше времени. Господин Слуцарь, как собирается господин Анастаса сотрудничать с правительством и с парламентом? С этим правительством и парламентом сотрудничать практически невозможно. С ним можно обсуждать вопросы ближайшего его распуска. В том виде, в каком сейчас эти ветви власти находятся, эти ветви надо обрубать. Нужно обеспечивать в кратчайшие сроки, уже как получится. Посмотрим, как это будет технически. Но один из пяти приоритетов Андрея Анастасиевка, первоочередных в качестве президента, это досрочные парламентские выборы. Почти 70% населения хотят этих досрочных выборов. Этот парламент нелегитимен. Он практически не отражает этого результата голосования, которое было во многом сфальсифицировано, но все равно в ноябре 2014 года, потому что невозможно, когда партия, которая получила 19 мандатов, контролирует все. И парламент, и правительство, и все остальные учреждения. Поэтому одним из приоритетов и являются досрочные парламентские выборы. А уже после досрочных парламентских выборов, Главное, чтобы к тому моменту добиться, и здесь я поддержу коллегу, что эти выборы должны быть максимально прозрачными, максимально свободными, максимально корректными, должны пройти парламентские выборы, какие партии пройдут. Это будет уже воля народа. Происходит полная перезагрузка власти. Вот избран новый президент, впервые с 96-го года всенародно. Вот новый парламент, создается новое правительство, и там уже идет нормальное сотрудничество. Президент примет волю, Андрей Анастасий примет волю народа. Какой будет парламент, надеемся, что там не будет в подавляющем большинстве всех тех, которых я даже не могу назвать. Это не депутаты, это люди со значками депутатов, которых кого запугали, кого купили, кого шантажировали. И думаю, что процентов 90 из них уже никогда не будут в парламенте. Придут новые люди, они будут отражать мнение народа. И я думаю, что эта перезагрузка даст возможность для нового толчка, для нормального взаимоотношения между президентом, парламентом и правительством. А если у вас просто остается время, а если международные доноры скажут, что они за стабильность и против распуск парламента и же с ними, что будет делать господин Анастас? В первую очередь решают граждане Республики Молдова. Вот вчера был опубликован опрос, который проводили по заказу Американского Республиканского Института. Воля народа, глаз божий. 70% хотят досрочных парламентских выборов. 82% населения считают, что мы идем в неправильное направление. 90% подчеркивают, что нынешняя власть отражает интересы узкой группы лиц. В этих условиях, в первую очередь, важно, что думает народ. Я думаю, что западным партнерам очень важно, чтобы здесь была, конечно, стабильность. Но стабильность, которая может быть взорвана социальным взрывом, никому не нужна. Чем дольше мы будем эту стабильность поддерживать искусственным образом, тем сильнее будет взрыв. Поэтому нам нужны досрочные парламентские выборы. Я поняла. Итак, мы переходим к четвертому раунду. И я предоставляю вам возможность задать вопросы друг другу. Господин Сусарь. Ну, у нас во многом взгляды схожие по поводу этого захваченного государства и того, что это преступный режим, который нужно быстрее свергать. У меня единственный вопрос, почему все-таки вы сконцентрировались так узко на одном декрете. Ведь люди, все опросы показывают, что кроме одного декрета люди ожидают от президента и других действий, и шаги в борьбе с коррупцией, и вопросы бедности, и многие другие вещи, которые входят в прерогативы президента. Но вы сконцентрировались почему-то только на этом декрете, и непонятно, какие другие действия будут производиться президенту. Спасибо. Господин Гринко, у вас три минуты. Да, пожалуйста. Понимаете, смысл в чем? На сегодняшний день вот этот приказ, указ номер один нашего президента, скажем так, это тот механизм, который позволит разрушить, то есть я повторюсь, позволит разрушить действующую власть. То есть мы можем очень долго рассуждать о коррупции, допустим, о борьбе с коррупцией, о протекционизме, лоббизме и так далее, о сферах влияния. Но на сегодняшний день мы должны приложить все усилия для свержения действующего режима, действующей власти. Вот. Поэтому я думаю, что люди, в первую очередь, желающие перемен, поддержат нашего кандидата, потому что, скажем так, у всех остальных кандидатов как-то размазаны вот эти вот критерии, которые они, допустим, будут преследовать в должности президента. Наш указ ни в коем случае, это не отказ от борьбы с коррупцией, это не отказ от борьбы с бедностью, или там, никоим образом, это не, естественно, конфронтация с какими-то международными донорами, вот, или различными институтами, которые... Это тот указ, который, в принципе, он направлен на самое главное зло, которое на сегодняшний день олицетворяется в виде демократической партии, и ее непосредственно владельца, Влада Плохотнюка. Вот. И я считаю, что в этом указе вот именно сконцентрирована вся сила того действия, скажем так, на который, опять же, первый раз в истории Республики Молдова за 25 лет независимости кандидат в президенты уже озвучил свою позицию четко, ясно и последовательно, что он будет делать. Вы же понимаете, что как только распустится парламент, как только мы переформатируем вот эту вот действующую власть, которая есть у нас на сегодняшний день в стране, то само вот это зло, которое на сегодняшний день присутствует в колоссальном количестве, оно просто-напросто начнется рассыпаться. Вы же знаете, что как только мы распустим парламент, рассыпется вообще вот вся эта структура, которая на сегодняшний день присутствует. А коррупция на сегодняшний день, она поразила, если не 100% экономики, но, скажем, 95% мы живем в коррупционном захваченном государстве. Поэтому я считаю, что наш указ это вот именно, скажем так, документ, который говорит сам о себе и говорит обо всем практически. То есть нельзя относить указ отдельно, там борьбу с коррупцией отдельно. То есть как-то так. Я благодарю вас. Вы довольны ответом? Нет, не имею права комментировать. Спасибо. Теперь ваш вопрос господину Слосарю. Мы как бы находимся на разных флангах. Вот действительно у нас очень многие позиции. Единственное, что мы правые, левые или центровые, это уже без разницы. Нас, конечно, объединяет желание победить в этой борьбе. Насколько вы готовы к сотрудничеству с нашей партией после, допустим, возможной вашей победы на выборах? Насколько, вот как сейчас мы с вами, допустим, едины в каких-то своих, скажем так, целях, насколько сохраняется ваше желание сотрудничать, несмотря на то, что мы принадлежим к левому флангу, к правому флангу? Насколько вы действительно, придя к власти, сможете... Он сделал вам комплимент, господин Слосарь. Насколько вы сохраните вот это партнерское отношение? И готовы ли вы, несмотря, допустим, на разногласии левого и правого фланга, предложить нам участие во власти и сотрудничество, скажем так, в развитии страны? Платформа «Достоинство и правда» — с моей точки зрения, это такое неординарное явление в истории Молдовы. За 25 лет впервые появились политики, которые перешагнули через эти стереотипы о том, что никогда не могут люди разной геополитической ориентации, разных этносов сотрудничать по общим проблемам. И это была самая большая проблема, потому что нас искусственно разделяли. В 2015 году, в конце года, мы показали и протянули руку всем гражданам Республики Молдова и сделали это усилие для консолидации общества, потому что нас всех ограбили одинаково. И грабили 25 лет, просто сейчас уже этот грабеж перешел в такую наглую форму, что это невозможно не видеть, прямо на глазах происходит. Поэтому наша партия и Андрей Анастасий четко расставляют приоритеты. Приоритет номер один — наведение порядка в своем доме, и для этого необходима консолидация усилий. Сразу же после 4 марта, как только было опубликовано это решение, сомнительное, конечно, Конституционного суда, о том, что будут президентские выборы, Андрей Анастасий вышел с предложением об выдвижении единого кандидата от всей оппозиции. Подчеркнули, вне зависимости от геополитической ориентации, этнических каких-то моментов, право, лево, валенки, проевропейская, антиевропейская. Так поступили в 2000 году Югославы, когда 18 партий выдвинули разных, абсолютно разных ориентаций, выдвинули одного кандидата, и он победил на президентских выборах, распустил парламент, и дальше каждый шел со своей программой. Поэтому я уверен, что этот тренд, эта линия консолидации общества у нас сохранится. Мы видим со многими партиями, левые, левоцентристские, правоцентристские, правые, мы все граждане Республики Молдова, мы видим много общих проблем, которые нас объединяют. Я опять же возвращаюсь к этому сандажу, который был опубликован и ко многим другим сандажам. Когда мы смотрим вопрос за Европейский союз или за Таможенный союз, ровно пополам делится общество. Когда мы смотрим самые важные проблемы, 90% всех людей говорят коррупция, бедность, рабочие места и прочее, прочее. Это нас объединяет. Почему мы не можем объединиться для того, чтобы решить эти вопросы в приоритетном порядке? Я не говорю, что это какой-то должен быть долгосрочный альянс или какой-то там, но почему не может быть коалиция для того, чтобы решить эти задачи? С нашей партией, с партией солидарности и действия, с другими партиями. Именно сконцентрироваться на этих вопросах. Не по нашей вине не получилось с единым кандидатом от всех. И не по нашей вине не получается до сих пор с единым кандидатом вообще. Мы очень сильно хотим консолидировать общество. Мы очень хотим, чтобы эта проклятая парадигма 25-летняя, когда сверху нас разделяют на правых, левых, русских, румынов, европейцев, американцев и всех грабят, закончилось. И мы готовы все сделать для этого. То есть будем работать? Я благодарю вас за ответ. Теперь следующий раунд. И это раунд моих вопросов персональных к вам лично. Начну, наверное, с вас, господин Гринку, потому что вы частично начали уже отвечать. Он касается распуска парламента. Именно того самого указа, о котором все время говорит господин Чубашенко. Мы знаем, что парламент может быть распущен юридически только в двух случаях. Первое, если он не будет заседать в течение трех месяцев и не принимать никаких законодательных актов. И второе, если он не изберет правительство. До сих пор все эти объяснения, которые были представлены, они не убеждают экспертное сообщество, что это реально сделать. Каким образом, если вы не можете не понимать, что Конституционный суд никогда в жизни не даст добро на то, чтобы этот парламент был распущен? Хорошо. Давайте начнем рассматривать ваш вопрос через призму того, что действующая власть на сегодняшний день незаконна и неконституционна. То есть, если мы рассматриваем через, скажем, вот эту сторону, о том, что действующая власть незаконна, то как бы отвечать на дальнейший вопрос просто нет смысла. А вы ответьте, потому что Конституционный суд считает ее законной и он никогда не даст вам этого вердикта. Как вы будете поступать? Зачем это говорить сейчас? На сегодняшний день вы знаете, что 30 ноября 2014 года нашу партию по социализированным обвинениям сняли из избирательного марафона. Мы доказали свою невиновность в суде. Если бы у нас был действительно Конституционный суд, который стоял бы на страже закона и законности, то он бы дал нам возможность реабилитироваться и аннулировать результаты выборов 2014 года. При аннулировании результатов 2014 года вы сами понимаете, что этот парламент должен уйти в небытие. Это первый механизм, который признан, не то, что он обладает законными основаниями для распуска парламента. Если исходить из нынешней ситуации, то вы знаете, что есть статьи закона, в частности, это статья закона 2, 38, 39, 76, которая позволяет, опираясь на них, добиться распуска парламента. Вы знаете, что в Конституции четко и ясно прописано, что воля народа является определяющей в правлении государства. То есть, именно когда наш кандидат, опираясь на желание людей к переменам, изберет его действующим президентом, я думаю, что любой здравомыслящий коррупционер, скажем так, противостоящий нам, поймет, что его время закончилось и просто-напросто нужно уйти. Потому что есть, опять же, постановление того же Конституционного суда, которое относится к 2013 году, где четко и ясно прописано, что если коррупционер, в данном случае, допустим, являющийся министром, депутатом или прочим функционером, замешан в каких-то коррупционных скандалах, доказывает его виновность и так далее, он должен сложить себе полномочия, подать в отставку. О том, что действующий парламент и действующее правительство, это фактически сборище коррупционеров, я думаю, доказывать его просто уже устали все. Это было сказано на протяжении всех 7 лет присутствия их... Да, правда, это было сказано, мне просто важно понять, Конституционный суд не дает добро на распуск парламента. Действия господина Чубашенко, он идет вопреки? Я думаю, что мы будем добиваться и распуска Конституционного суда в том числе. А, то есть и суд еще. Да, да, то есть мы будем прилагать, скажем так, все усилия для того, чтобы и распустить и парламент, и привести действительно законодательную базу, скажем так, вместе с изменением Конституции, к тому нормальному, скажем так, состоянию, чтобы государство Молдова функционировало как таковое. Конституционный суд нельзя будет распустить в этой ситуации, потому что кто-то должен будет принимать решения в отношении судьбы парламента, правительства и президента. Вы знаете, что большинство членов Конституционного суда это граждане двух стран, да, то есть они на сегодняшний день присягали как Республики Молдова, так и присягали Румынию. То есть это уже является, вы знаете, нарушение действующего заказа, это уже не является ли это основанием для того, чтобы их просто-напросто оттуда вытащить? Я не говорю об основаниях, я говорю о том, какие наверняка примет решения Конституционный суд и какие решения будет вынужден принимать господин Чубашенко, потому что все это необходимо делать по закону. На сегодняшний день, к сожалению, такой законодательной базы у нас нет, но это ваше, конечно, право, безусловно. Я хотела бы задать вопрос теперь вам, уважаемый господин Сусарь. Очень простой вопрос. Мы все время с вами являемся свидетелями того, что лидер вашей партии и лидер партии Майя Санду говорят о том, что вот, возможно, уже очень скоро они примут решение о том, что один из них пойдет к кандидатам. Очень просто поясните, назовите, пожалуйста, три главных отличия в программе вашего кандидата от программы Майя Санду. Ну, скажем так, мы больше сосредоточены, во-первых, на социально-экономических изменениях и вот все законодатели, все инициативы, которые были на площади 6 сентября проголосованы, связанные с пенсией, проблем пенсионеров, проблем фермеров, проблем децентрализации. Некоторые вопросы, которые были именно на площади сформулированы, это является одним из наших пяти приоритетов. Второе отличие, мы четко, гораздо четче, на мой взгляд, сформулировали свое отношение к досрочным парламентским выборам. Нас меньше, чем наших коллег из ПАС, волнует геополитический аспект. Мы считаем, что нужно, во-первых, в главном образом думать про интересы своего народа и меньше верить всяким страшилкам про мифические русские танки. Мы один раз уже на этом попались и из-за этого потеряли миллиард и 12% ВВП. Третье отличие, наверное, ну, скажем так, в плане действий. Мы считаем, что на эту власть надо оказывать более серьезное давление путем прессингов, протестов. Мы должны реагировать на все их действия, а не, скажем так, ограничиваться какими-то простыми заявлениями или дискуссиями в социальных сетях. Мы считаем, что партия, которая борется с этим режимом, должна бороться и с помощью предложений, как это делать, и с помощью программ, но в то же время и давление. На сегодняшний день, когда эта власть потеряла последний стыд, протест, на наш взгляд, является очень важным рычагом, которым мы оказываем влияние. Вот, пожалуй, эти вот три отличия существенные между... так, то, что я вижу. Это существенные различия с вашей точки зрения? Ну, на мой взгляд, что это различие. Вы спросили про различия, насколько они существенные, пускай судят избиратели. Но у нас, безусловно, разный электорат, у нас... мы по-разному несколько оцениваем. А разный электорат, это в чем его разница? Какой ваша, какой ее? Ну, я еще раз говорю, что на наш взгляд, что основной наш электорат это протестное движение, которое очень более активно, которое выходило на протесты, которое и сейчас поддерживает активно, которое выходит на митинги, которое участвует в обсуждении всего этого. То есть, это более такая активная позиция, более активный электорат. И электорат, который, пожалуй, согласен с идеей, больше с идеей того, что нам надо сейчас консолидировать общество. Они преимущественно тоже проевропейцы, но у них, скажем так, меньшее отражение евроскептиков. Они согласны с нашей идеей, что мы сейчас должны консолидировать всех и поставить приоритеты освобождения страны. У партии ПАС, на мой взгляд, все-таки больше электорат, который ориентирован чисто на проевропу. И им кажется, что вот все остальное, если есть геополитика, геополитические какие-то вопросы, они сохраняют вот эту вот идею того, что мы должны быть в первую очередь проевропу. Я поняла, я вынуждена вас здесь прервать, потому что вы выбрали свое время. И последний раунд. Я хотела бы предложить вам ровно по одной минуте, для того, чтобы вы обратились к своим сторонникам и призвали их голосовать именно за вашего кандидата. Одна минута. Одна минута. Не плюсуется, да? Нет, время не плюсуется, но вы выходили несколько раз в господинслу с рамки, поэтому я думаю, что вы не должны быть в обиде. Пожалуйста. Уважаемые сограждане, если вы хотите, чтобы украденные миллиарды не были уплачены вами, если вы хотите, чтобы все те воры во главе с Плохотнюком, которые допустили это, сели за решетку, и чтобы мы вернули эти деньги народу, если вы хотите реальной борьбы с коррупцией, реальных реформ в юстиции, в прокуратуре, с конфискацией имущества тех, кто сейчас за 10 тысяч лей ездит на Порш Каенов, получая зарплату в 8-10 тысяч, и имеют замки на 3-4 этажа, если вы хотите реальных изменений и притворения всех требований, которые были в площади Великого национального собрания, высказаны 6 сентября, голосуйте за Андрея Анастасия. Он вас никогда не подведет. Молодец. Вот практически минута. Ровно-ровно. Спасибо. Вам слово, господин Гринку, вашу камеру. Уважаемые граждане страны, призываю вас проголосовать за нашего кандидата Дмитрия Алексеевича Чубашенко по одной простой причине. Это кандидат достойнейший, потому что он никогда в жизни не был замешан в никаких коррупционных схемах и никогда не был каким-либо чиновником, представленным во власти. Кроме того, с самого первого дня наша партия стояла на позиции консолидации нашего молдавского общества. Если вы хотите, чтобы наконец-то преднестровский кризис и кризис в ГГУЗе был решен, если вы хотите, чтобы наши граждане, ваши дети, отцы, сыновья и сестры вернулись обратно домой и построили совместно с нами нашу процветающую Молдову, значит голосуйте за нашего кандидата. Если вы хотите, чтобы наконец-то в нашей стране победил закон и правопорядок, чтобы вы перестали получать унижающуюся достоинство человеческую зарплату и пенсию, значит голосуйте за нашего кандидата. Если вы хотите, чтобы наконец-то в нашем обществе воцарил порядок и, опять же говорю, законность, значит голосуйте за нашу партию. Дайте нам возможность прийти к власти и навести порядок в нашей стране. Спасибо. Тоже ровно. Спасибо большое. Я благодарю вас за участие в этих дебатах и я думаю, что телезрители, безусловно, оценят ваше выступление. Это, безусловно, будет выражено в количестве голосов, отданных и за господина Чубашенко, и за господину Анастасу. Спасибо вам. Могу только добавить, что следующие дебаты у нас состоятся во вторник в 19 часов. Их проведет мой коллега Влад Мадан. Доброго вечера. Субтитры создавал DimaTorzok